Это Псалом 19, с первого стиха. Псалом 19, с первого стиха. Начальный хор, Псалом Давида. Такие слова. «Да услышит тебя Господь в день печали». В день печали. Мы с вами видим, что и в жизни Давида были такие дни, которые он называл «день печали». Когда какие-то обстоятельства приходили в жизнь Давида, в жизнь, может быть, людей, которые были рядом с Ним, в жизнь народа Божьего. И эти дни, их можно так назвать – «день печали». Ну вот интересно, дальше он пишет. «Да защитит тебя имя Бога Яковлева». И можно также продолжить. «В день печали». «Да пошлет тебе помощь из святилища в день печали». «Из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит». И можно продолжать. «В день печали». То есть этот день печали, он может продолжаться, друзья, но рано или поздно этот день, он все равно закончится, друзья. Он все равно придет к своему завершению этот день. Потому что вот дальше он пишет, начиная с 6 стиха. «Мы возрадуемся о спасении Твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Ныне познал я». Вчера он еще этого не знал, Давид, но он говорит, что «сегодня я познал, что Господь спасает помазанника своего». Что-то произошло в жизни Давида, что он такие слова сказал, что вот сегодня я познал, что Господь спасает помазанника своего. Что-то произошло, может быть, в жизни, в окружении. Что-то произошло, может быть, в сердце его. А Слово Божие, оно как 2000 лет назад, как там 3000 лет назад, было направлено к народу своему, да. И это Слово, оно имеет в себе силу поднимать людей, вдохновлять их, оживлять, друзья. И сегодня это же срамое слово, оно готово оживлять и наши сердца. И это служение, которое нам Господь сегодня подарил, друзья, оно будет сегодня тоже звучать слово, будет и пение звучать сегодня. А нам, друзья, будет необходимо ожидать этого слова, слова оживляющего. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, помазанника, то есть отмеченного, то есть Господь отметил этого человека. Он отметил Иисуса Христа, отметил Иисуса Христа на это служение, до которого Иисус пришел. Он отметил и нас с вами, друзья, своей благодатью, Духом Святым, каждого. Мы не сами пришли по себе на это место, нас Господь сюда привел, потому что мы с вами помазанники Божии. Он помазал Духом Святым, Он излил на нас Дух Святой, друзья. И за это мы вместе с вами скажем «Слава Ему». И давайте мы сейчас склонимся пред Ним и прославим имя Его, чтобы сегодня эта слава и эта благодарность, она сегодня наполняла наши сердца. За то, что Он умер, Он воскрес, друзья, за каждого из нас. Он это совершил. И этот подвиг Божий, подвиг Иисуса Христа, он и сегодня будет, мы будем о Нем вспоминать сегодня, потому что Он сегодня смотрит на подвиг души своей с довольством, с радостью, друзья. Потому что Он не зря кровь пролил, Он пролил ее за нас с вами. И эта кровь сегодня нас с вами оживляет, прощает и вдохновляет, друзья. И да благословит нас Господь сегодня в этом служении. Аминь. Аминь.